Доброе утро, уважаемые любители шахмат! Этой ночью были сыграны партии 10-го тура турнира претендентов. Центральной была встреча лидеров, не помнящий Гукеш. Но лидирующая группа настолько большая, что фактически в каждой партии играет один из людей, борющихся за первое место. Так что все четыре партии были важны. Начнем действительно с партии лидеров. Гукеш удивил в дебюте, сыграл в испанской вариант А6 конь ЖЕ7. Я не в курсе, есть ли у него какое-то официальное название. Я бы предложил его называть вариантом Демченко, потому что Антон так сыграл уже, я думаю, в районе 100 партий. В основном в быстрые контроли, в интернете. И да, собственно, теория варианта в основном именно на его партиях держится. Насколько хорошо был готов Ян сказать сложно, потому что сыграл он все-таки не самое опасное для черных. Продолжение он избрал, здесь Д4 он пошел. Может быть, он перепутал с вариантом рокировка конь ЖЕ6 Д4, что считается намного более опасным для черных. Ну, так или иначе, Д4, все разменяли, конь С6, ферзь Е3, это все Ян сделал быстро. Здесь Гукеш задумался и сыграл слон Е7. Кроме этого, логично выглядел еще ход Ж6, но тогда с такой небольшой ловушкой, что ферзь С3, слон Б4, белые теряют ферзя. Но вот я думаю, что слон Д2, наверное, не понравилось Гукешу. И после слон Ж7, слон С3, слоны меняются и в итоге Ж6 только к ослаблению позиции черных ведет. Слон Е7, конь С3, рокировка, конь Д5, Б5, слон Б3, конь А5. Стандартный очень маневр для этого варианта, Б5, конь А5. Черные пока слона есть, особо не хотят, но в нужный момент они его всегда побьют. Дальше играли, мне показалось, очень логично оба игрока. Ферзь Ж3, слон Д6. Ну, идея в том, что белые хотят слон Х6 пойти на какой-то другой ход, скажем, на Д6. Слон Х6, как-то вынуждая слон Ф6. Это, видимо, Гукешу не понравилось. Слон Д6 логично очень. Слон Ф4, разменялись Д6. Рокировка, слон Е6. И если у белых есть какое-то преимущество, то минимально. Черные в любой момент могут побить на Б3 и на Д5. После чего, ну, может, чуть получше у белых будет, но ясно, что к ничьей партия идет. И ничего такого сверхинтересного дальше не произошло. Сделали форточки соперники. Ну, тут, может быть, в конь Е3 имело смысл пойти, чтобы хотя бы пару легких фигур сохранить. И, может быть, какое-то микро-преимущество у белых и есть. Но, в общем, не бог весть что. Может быть, ходом раньше в конь Е3 имело смысл. Потому что черным А6 в любом случае полезно. А белые, может быть, сыграют не А3, а Ф3. И таким образом защитят эту пешку. Ну, это все какие-то микро-детали. Ян пошел, ну, не знаю, можно ли это назвать атакой. Напал на ферзь бьет А6. Ну, партия игралась в классику, а не в буллет. И Гукеш не зевнул. В С3 пришлось играть, потому что грозило С4. Ну, и все поменяли. Последний четкий ход здесь. Вот ферзя 7, потому что угрожало Ф4. Ну, ферзя 7, ферзи поменялись. И дальше все пешки поменялись. И ничья. Думаю, она в пользу Гукеша, конечно. Он играл черными. Но и Ян продолжает делить первое место. Так что это ничья не трагедия для него. Итак, теперь партии с компьютером. Начнем опять с встречи лидеров. Не помнящий Гукеш. Тут были интересные моменты. Значит, перейдем к ходу. Вот ферзь е3. Слон е7 сыграл Гукеш, что нельзя сказать, что ошибка. Но компьютер предпочитает слон d6. Сидей потом b5, слон b7. Ну, слон е7 вполне допустимый ход. Здесь любопытно было. Ян сыграл конь c3. И допустил b5, конь a5. И потом черный разменю от этого слона. Поэтому, по крайней мере, внимание заслужил либо ход слон d2, препятствуя этому. Либо вообще c3. Чтобы потом, если что, слона на c2 отводить. Значит, конь c3, рокировка конь d5. b5, конь a5. И здесь ферзь g3. Гукеш сыграл слон d6. Я вот тоже говорил, что это чуть ли не вынуждено. А на самом деле это полная совершенно ерунда. То есть, вполне допустимо, во-первых, было d6. И слон h6, слон f6 ничего белым не дает. Но еще сильнее был ход слон b7. Теперь на c7 бить неудачно. По разным причинам. Но проще всего побить на b3. Сыграть ладья c8. И потом съесть на c2. Поэтому на слон b7 белые либо играют рокировка. После чего черные могут, например, побить на b3, на d5. И проблем у них нет. Могут сыграть и слон бьет d5. Теперь если е, d, то черные могут пока не бить. Слону все деваться некуда. А если слон бьет d5, то c6. Слон b3, ладья e8. Даже скорее белыми нужно быть аккуратным. Ну, равенство в целом. Ну, еще на слон b7 можно сыграть слон h6, слон f6. И длинная рокировка. Но это тоже просто черные побили. Сыграли d6. Потом хотят a5, a4. Скорее это опасно для белых. А слон d6, слон f4. Действительно у белых все-таки здесь чуть получше. И действительно конь e3 здесь стоило сыграть. 0.20 компьютер дает. Не бог ведь что, но и неполное равенство. h3, h6. Здесь тоже можно было конь e3. Ну, и то же самое примерно. 0.20. А ладья d3. Да, вот здесь очень интересный момент. Правда, последний в партии. Гукеш сыграл c5. Принципиальный ход. И он в партии полностью оправдался. Он очень быстро уравнял. Но, объективно говоря, стоило просто побить на b3. Побить на d5. Да, у белых минимальный перевес. Но ясно, что черные потихоньку должны отбиться. Там они сыграют c6. Потом либо ферзь e7. Либо ферзь b6. 0.10. Но ясно, что тут к ничьей партии идет. А после c5 у Яна была отличная возможность. Но очень неочевидная. То есть, c3 был ход. c4. Ладья g3. Теперь, если черные просто уйдут. Защищаясь от ферзь. Бьет h6. И сыграет король h8. То после слона c2 у них неприятная позиция. Если там еще слон, бьет d5, ed. То вообще уже у них нехорошо. Конь выйти с a5 не успевает. У белых атака на королевском фланге. Висит на f7. Где-то ферзь f5 грозит. В общем, это неудовлетворительно для черных. Бить на b3 нельзя. Из-за ферзь бьет h6, g6. Конь f4. И нет защиты от конь бьет g6. Поэтому логично сыграть слон, бьет d5. И теперь даже не ферзь бьет h6. А сразу слон c2. Пока на e4 защищено. Теперь опять. Если белые успеют побить ed. То у них будет большой перевес. Поэтому уходить слоном нужно. Скажем, на b7. Побили. g6, e5. Грозит слон, бьет g6. Единственный ход ладей e6. И теперь слон бьет g6. Там просто вечный шаг. Там ничего больше у белых нет. Но есть ход слон f5. У черных опять единственное. Это ферзь f8. Потому что если они сыграть ферзь e7. То после взятия f4. Белые неожиданно начинают решающую атаку. На d, e выигрывает f5. Ферзь бьет f5. Ладья f1. Ферзь c2. И совершенно ход неочевидный. Ферзь g5. Почему-то черные беззащитны. Белые просто хотят сыграть h4, h5. Не знаю. Я тут может быть считал бы, что у белых хуже, если честно. Но оценка плюс 4. Не знаю. Ну допустим, конь c6. Да, h4 плюс 5. В общем, ну крайне это все не очевидно. Но, да. По компьютеру единственный ход. Ферзь f8 здесь. Разменялись. Сломбет е6, fe. И теперь есть какой-то еще очень тонкий ход. Ладья d1. Компьютер его предпочитает. Но можно и просто взять на g6. Король f7. И тоже тут много возможностей. Ну, например, ладья g5 просто взял. Взял у белых две пешки и ладья за две фигуры. Позиция сложная. Но все-таки явно белые здесь сильнейшая сторона. В общем, да. Хорошая это была возможность. Но очень сложная. И тут критиковать ядно нельзя за то, что он не нашел. А в партии, да. После ладья g3. Король h8. Уже позиция полностью уравнялась. И больше ничего интересного не происходило. Теперь перейдем к партии прогнанда ведит. Сыграли антиберлин. Сосломбет е6. И здесь ферзь е2. Относительно свежий ход. Но тоже, как я говорил, эта игра в основном просто. На борьбу за белых. То есть нельзя сказать, что белые реально на перевес претендуют. И тоже тут ничего сверхинтересного не произошло в этой партии. Довольно стандартные маневры. Иногда вот эта структура бывает в пользу белых. Но, насколько я понимаю, в первую очередь, когда черный король уже рокировал в короткую. А здесь черные смогли рокировать в длинную. Как я уже говорил, в подобных позициях черным предпочтительнее рокировать именно в длинную. Потому что там у них 4 пешки перед королем. А на королевском фланге только 3. Поэтому король лучше себя чувствует на ферзьевом фланге. И по большому счету тут уже... По сути, позиция себя исчерпала. Ни у белых, ни у черных никаких особых идей нет. Через несколько годов поменяли ферзей. И просто начали ходить туда-сюда. И закономерная ничья. В общем, очень надежно эту партию провел Ведит. Вот, про следующую партию. Мне добавить нечего. Соперники играли фактически безукоризненно. И чтобы компенсировать отсутствие компьютерного анализа, скажу только, что белыми играл Прагнанант Хаа Рамеш Бабу. А черными Ведит Сантош Гуджирати. В двух других партиях играли два американца против двух аутсайдеров турнира. И эти встречи получились намного более интересными. Начнем с партии Каруана Феруджа. Разыграли Найдорфа. Вариант Сладья Ж1. Это относительно свежий ход. Тоже уже, конечно, тут куча партий. Теория. Но все-таки по сравнению с какими-нибудь вариантами, типа Слон Ж5 или Слон Е3, все-таки тут еще намного больше простор для творчества. Х5. Тоже такой ход, как бы максимально дающий белым возможности. У черных есть гораздо более форсирующие продолжения. А после Х5, да, у белых большой выбор. То есть, явно оба игрока просто стремились к борьбе. Ну, в частности, Феруджа потратил 13 минут уже на ход Х5. То есть, особо готов он не был к ходу Ладья Ж1. Слон С4, Ж6. Вот тут я хотел бы остановиться. У меня записано было Е6, я проверил. И вроде у черных нормально. Ну, позиция сложнейшая, но... Как бы по компьютеру все нормально. А Ж6 в целом... Вот сейчас какое-то такое идет поветрие, что ли, что все-таки в Найдерфе черные предпочитают играть Е6, чем Ж6. И вот, в частности, меня поразила одна из самых оригинальных идей, что я когда-либо видел. Давид Поровян так несколько раз играл. В том числе, меня обыграл в Блиц. Слон Д3, Ж6. И здесь Слон Е2. То есть, просто ради того, чтобы вызвать Ж6, белые теряют темп. И более того, на дракон играют не самый опасный для черных вариант. Не Слон Е3, Ф3, а Слон Е2. Поэтому не в восторге отхода Ж6. Но, может быть, ничего в нем такого плохого нет. И довольно быстро поменялись ферзи. Довольно таким оригинальным способом. Конь Б3, ферзь бьет Ж5. Ферзь бьет Ж5, Слон Е6. И, наверное, Н4. Хороший очень ход. Идея в том, чтобы, когда черные побьют ферзя, чтобы у белых пешка переходила на Ж5, захватывая какое-то пространство и отгоняя коня с прекрасного поля на Ф6. Ну и дальше сложно комментировать, потому что такая вязкая игра шла. Впечатление такое, что белые все время сохраняли какое-то давление. Насколько оно большое, сказать сложно. Ну, вот я говорю, ближайшие ходы я просто покажу. Ну, не буду как-то особо останавливаться. Ну, здесь белые создали угрозу Ф5. Поэтому Слон Д7. Черные переводят Слона на С6. Ф5. Вот тут мне казалось, что худшая для черных по большому счету позади. Но все-таки вот после взятия на Ф6, С4, наверное, по-прежнему у них не особо приятная позиция. Белые хотят сыграть Е5. То есть, почему Ферруджа сыграл король Ж7? Потому что, я думаю, на короле в 7 ему не понравился Е5 ход. И черные не могут бить, потому что тогда они потеряют фигуру. Поэтому он ушел из-под потенциальной связки. Но это допустило разменную операцию. Белые побили на Е7. Черные на Е4. Король Д1. И, судя по дальнейшему развитию событий, Али Реза не особо глубоко продумал последствия вот этой операции. Здесь он сыграл конь Ж3. Я не вижу каких-то таких особых противопоказаний, почему нельзя сыграть просто ладья СЕ8. Конь бьет С6, БЦ. Теперь у белых несколько ходов, заслуживающих внимания. Если слон Д3, то конь С5. И если белые побьют на Д6, то после ладья Д8 они остаются без фигуры. Побить на Д6 нельзя. Если сыграть здесь слон С2, то как-то черные защитят пешку на Д6. Может быть ладья Д8. Может быть и ладья Е6. Не выглядит это как-то совсем трагично. Если вместо слон Д3 пойти слон Ф3, то тут уже черные могут конь Ж3 сыграть. И ладья, когда уйдет, конь Ф5 тоже, не знаю, трагично не выглядит. Потом можно будет даже сыграть С5, конь Д4. Ну, может хуже у черных, но вряд ли это трагедия. И ладья Ф3 еще заслуживает внимания. С идеей как-то сыграть ладья А3, напасть на А6. Но тогда, мне кажется, черные могут сдвоиться, сыграть или ладья Е7, или, может быть, ладья Е6. Тоже, ну, это не Рио-де-Жанейро, но, мне кажется, черные должны защититься где-то здесь. Ну, сыграл конь Ж3, Феруджа. Ладья Е1, конь Ф5. То есть, по показанию часов видно, что он не особо все продумал, потому что конь Ж3 он продумал 4 минуты, и после ладья Е1 еще 3 над ходом конь Ф5. Здесь у него осталось уже 12 минут на 14 ходов. Разменялись слон Д3. И вот, видно, этот ход он недооценил. Проблема черных в чем? О том, что на Ж2 пока они бить не могут, естественно, из-за связки. Подготовить взятие на Ж2, потому что пешку невероятно важно черным попытаться съесть, они могут двумя способами. Это убрать куда-то короля или сыграть аж 4. Но если убрать короля на Ф6, это под шаг, то есть это зевок просто. А если сыграть аж 4 или король Ф7, ну, допустим, аж 4, то после слон бьет Ф5, белые нападают на ладью, и опять-таки черные не успевают взять на Ж2. На слон бьет Ж2 даже можно не слон бьет С8, ладья бьет С8 сыграть, и у черных какая-то еще там контр-игра. А можно пойти ладья Ж1, Аж 3, слон бьет Аж 3 с лишней пешкой. Да, поэтому это не годится для черных. Сыграл ладья ЦФ8 Алиреза, но это явно не то, что черные хотят. Очень все-таки ход пассивный. Я ожидал ладья ЦЕ8. Наверное, белые бьют одну из пешек, ну, скажем, на Ф5. Теперь, опять-таки, бить сразу нельзя, проигрывается материал. Ну, тут как-то еще король Ф6, но, допустим, если белые бы начали с ладья бьет Д6, тогда точно на слон бьет Ж2 было бы ладья Ж1. Поэтому можно вот так. Ладья бьет Д6, поэтому черные размениваются. Слон бьет Ж2. Белые играют, слон бьет Ф5. И теперь грозит ладья Ж6, то есть Аж 4, пока черные не успевают. Но, допустим, сыграл слон С6. Мне кажется, у черных хорошие шансы на ничью. Очень сильный у них слон. Тут проходная. Не знаю, мне кажется, это хорошим было шансом. Сыграл ладья Ф8. Ладья бьет Д6. И видно, что тут уже очень опасно у черных. Ладья Ф6, С5. Не знаю, Аж 4. Тоже такое ощущение, чтобы на каждом ходу начал зевать Али Реза. Не мог он четко посчитать варианты. Но напрашивалось разменяться и сыграть ладья Д8. Но тогда, видимо, проблема в ходе шаг. Ладья Е7. И на король Ф6 белые могут сыграть ладья Е5. Ладья бьет Д6. Шаг. И важно, что на король Е6 есть шаг. Поэтому белые фигуру не теряют. Потом защитили слона. И белые остаются с лишней пешкой. Тяжелейшая защита. Тут ждет черных. Но Аж 4 еще хуже получилось. Ладья Е7 шаг. Король Ж6. Ладья Е5. И, в общем, уже черные на грани поражения. Важно, что если побить и сыграть слон Бьет Ж2, то, мне кажется, можно ладья бьет Ф5. И у белых очень много угроз. И ладья Ж5. И ладья Ф8. Не знаю. Может, тут как-то черные держались. Но, в общем, если держались, то совсем на волоске. Ладья Е5. Сыграл Али Реза. Слон Ф1. Просто защитил пешку. Ну, о том, что ладья Е5 было непродуманным ходом, свидетельствует тот факт, что на слон Ф1 Али Реза разменялся и пошел ладья H8. То есть, теперь в случае слон Д3 получалась бы та позиция, о которой мы только что говорили. То есть, вот если черные здесь побили, то вот, собственно, эта позиция. Но уже белые не обязаны играть слон Д3. Ладья Е6 шаг сыграл Фабиано. Король Ф7, слон С4. И, я думаю, у белых уже выиграно. Тут до... То есть, короче, 7-8 секунд на три хода осталось у Али Резы. Ну, с его мастерством игры в буллет он, естественно, флаг не уронил. Но позиция его безнадежна. И очень четко Коруана довел партию до победы. Вот здесь ладья С7. Четкий ход, чтобы совсем не думать. Отменяются ладьи. И слоновый Эншпир безнадежен. Король просто идет на А3. И съедает пешку на А4. Черные, если... То, как только уберут слона с Б3, белые могут и Б4 пойти, организовывая проходную. Ну, да, это важно, потому что иначе в черные могли на король А3 играть слон Д5. И нападая на Ж2. То есть, когда белые побьют на А4, черные побьют на Ж2. Но белые-то просто пешку Б проведут в Ферзи. Вот. Хорошая победа Коруаны. До партии мы с другом обсуждали. Думали, что 9 коэффициент был на победу Феруджи. И казалось, что Фабиано немного поплыл. Последние партии играл неудачно. И, кроме этого, было ясно, что он будет любой ценой стремиться к победе в этой партии. И, да, что, возможно, у Валерезы будут хорошие шансы на выигрыш. Но, в итоге, мы не поставили, о чем я нисколько не жалею. По ходу партии у черных не было ни одного шанса на выигрыш. Коруана Феруджа. Перейдем сразу к ходу Ж6. Действительно, он компьютеру не особо нравится. Но не трагедия, конечно. Ферзи А5. Можно было и начать с КС6. Наверное, Феруджи здесь не понравилось взять и Е5. Но это ерунда. Да, у черных есть ход конь Х7. То есть, тут то, что у них сыграно Х5, очень в их пользу. Поэтому, так было более естественно начинать. И, скажем, на длинную рокировку, во-первых, черные могут и на Д4 поменяться. Но, кроме этого, у них есть еще такой трюк тактический. Конь бьет Е4, конь бьет Е4, конь бьет Д4. И... Тут забавно есть ничья, слон Ф6. Слон Х6, слон Ж5, слон Ж7. Белые еще могут сказать. Конь Ф6, шах. Е, фердбьер Д4. Но после рокировки, наверное, все в порядке у черных. Ну, Али Реза сыграл Ферзи А5. Рокировка, конь С6. Тут вот очень интересный момент. Фабиано сыграл конь Б3, допуская переход в Эншпиль после Ферзи А5. Компьютеру нравится очень побить и сыграть ладья ЖЕ1. Но на конь Ж4, чтобы это оправдать, нужно найти ход Е5 и просто конь бьет Е5, слон Б3. Хотя еще можно анализировать, что он бьет Е7, конь бьет С4, Ферзь Д3. Тут тоже заманчиво для белых. Ну, вот просто я хотел показать, вот как идею, Е5, конь бьет Е5, слон Б3. Белые просто отдали центральную пешку в Ф6, единственный ход. Слон Е3. У черных дикое количество пешек в центре. Но проблемы с королем и компьютер довольно серьезный. Перевес дает белым где-то 0,60. Да, конь Б3, слон Х6, Х4. И вот здесь очень интересный момент. Черным нужно было все-таки, наверное, не выпендриваться, а просто побить на Ж5. И сыграть либо конь Ж4, либо конь Х7. Тут минимальный у белых перевес. А Лирез сыграл слон Е6, это зевок. Но, да, ни он сам, ни Фабиан, ни я, никому из нас в голову не пришло опровержение этого хода. Слон бьет Е6, ФЕ, Е5. На самом деле не сложно, но очень симпатичный удар. Идея в том, что после конь Б3, выясняется, что черные все-таки доигрались с тем, что ферзя не били. И после Ф4, слон бьет Ж5, ХЖ, они остаются без фигуры. Поэтому на Е5 пришлось бы бить пешкой. И после простого ферзь бьет А6, ладья бьет А6, конь С5, у черных тяжелейший Эншпиль, где-то плюс полтора, висит на Б7 и на Е6. Если сыграть конь Д8, защищая обе пешки, то просто ладья Е1, ладья С8, конь Д3, белые следают на Е5. У черных пешечная структура в руинах. Ну, в общем, тяжелейшая позиция, да. А после слона Е2 получилось, что ход слона Е6 оправдался. Тут уже у черных было совершенно нормально. Проще всего было, наверное, взять, сыграть конь Д7 и просто уже равенство. Король Ф8. Какой-то немножко заумный ход, но ничего такого трагического нет. Такое впечатление, что Али Реза просто из принципа не хотел бить ферзя, пока его не заставят. Ну, Фабиано, собственно, заставил ходом Ф4. Пришлось побить. И тут... Тут все-таки похуже у черных, но Ф5 действительно четкий ход. Тут принципиально, наверное, было ЕФ, ЖФ. И вот очень сложная позиция. Тут и тактики много начинается. То есть где-то черные хотят Е5 пойти, но там линия Ф скрывается. Ну, и структура такая очень нетипичная. Поэтому Фабиано сыграл попроще. ЖФ, конь Бетов 6, С4. Но тут ничего страшного у черных не было. То есть, во-первых, я говорил, что король Ф7, Е5. Но это на самом деле иллюзия. Черные просто берут на Д5. Играют в слон Б5. И после размена слонов у них вообще не хуже. У белых не хватает фигур, чтобы как-то поддержать вот это пешечное наступление. Тут просто равенство. Король Ж7, да, допустила конь Бет Е7. Взяли король Д1. Тут равноценные ходы. Конь Ж3 и ладья ЦЕ8. Действительно, ладья ЦЕ8 совершенно было приемлемо. Компьютер говорит, что слон Д3 единственный ход, который дает белым перевес. Слон ЦЕ2. Ну и да, вот я думал, что, например, ладья Д8. Но все-таки после Ф5 это неравная позиция. Там 0,60 где-то. То есть, конь Ж3 критиковать ход не нужно. Ладья Е1, конь Ф5. Хотя, в принципе, допустимо было и размен на Е2, и потом ладья Д8. Тоже у белых минимальный перевес. Конь Ф5. Взяли-взяли слон Д3. И здесь, да, я говорил, что ладья ЦЕ8 имела смысл. Но вот все-таки вот эта позиция с лишней пешкой. Да, вот я считал, что тут хорошие шансы на ничего. Действительно, на ничего неплохие шансы. Но 0,70, то есть все-таки и на выигрыш тоже хорошие шансы. А проще всего было, наверное, ладья Д8. Видимо, Али Реза просто не увидел, что на слон Бьет Ф5 он может снять слон Бьет Ж2. И фигура не теряется из-за того, что тут есть ход король Ф6. То есть, ладья Д8 по большому счету уравнивала. И, соответственно, получается, что в этом момент конь Ж3 все-таки поточнее, чем ладья ЦЕ8. Значит, он сыграл ладья ЦЕ8, что еще допустимо. Но уже требует от черных точной игры. И с этой задачей он не справился. То есть, вот здесь, имея 8 минут на один сходов, не сумел он посчитать варианты после естественного взятия хода ладья Д8. Теперь на ладья Е6 слон Д5. Но, правда, вот это нужно видеть. Если не слон Д5, то проблема у черных. И тут у них вообще все нормально. Поэтому основной ход на ладья Е7 шаг. Король Ф6. Теперь ладья Е5. Вот как, собственно, я и показывал. И да, я думал, что после ладья бьет Д6, ладья бьет Ф5. Черные просто без пешки. И так оно и есть. Но есть ход, который не бросается в глаза. Но очень сильный. Слон Д7. Вроде пассивно. Но черные хотят сыграть слон Е6. И отыграть таким образом пешку. Если белые препятствуют играть слон СЕ4. То слон СЕ8. И тоже пешка теряется. То есть, по большому счету, тут к ничьей партия идет. АС4. Да, серьезная ошибка. Зевнуло. Очевидно. Ладья Е7 шаг. Король Ж6. Ладья Е5. Но, правда, нужно сказать, что это единственный путь к реальному перевесу. Завелло. Ладья Е5. Ладья H5. Да. Это уже где-то решающая ошибка, наверное. Стоило побить. И... Ну, правда, конечно, тяжело такое решение принять. Сыграть слон Д7. И тут, как ни странно, выглядит совсем плохо для черных. Ну, почему-то какие-то шансы на ничью сохраняются. А ладья H5. Тут еще очень сильно было ладья Д8. Защищая на Ж2. Теперь уже таким образом. То есть, раньше были... В некоторых позициях нельзя было бить из-за ладья Ж1 связки. А теперь сзади, наоборот, ладья заходит и съедает этого слона. Поэтому, да, ладья Д8 совсем было сильно. Но слон Ф1 тоже не так плохо. Но дало шансы на ничью. Значит, разменялись это правильно. Ладья H8. Ладья Е6 шаг. То есть, действительно, слон Д3 можно было перейти вот к тому варианту, когда черные вместо ладья H5 играют. Сразу ладья бьет Д6, СД. Вот. Но Фабиано это не хочет делать. Ладья Е6 шаг. И опять неожиданно... Вот здесь король Ж7 сохраняла хорошие шансы на ничью. То есть, да, черные хотят сэть ладья Д8. И потом слон Д5. А слон пока прикован к защите пешки Ж2. Поэтому он не может сыграть слон СЕ4. И ближе к ничьей позиции. Король Ф7, слон СЕ4. Тут уже меньше минуты осталось у Али Резы. И ладья Д8 решающая ошибка. Даже здесь король Ж7, вот как это ни удивительно, сохраняла реальные шансы на ничью. Ладья Е2. Ладья Д8. Ладья Д2. Король Ф6. И где-то 0.80. Сложно сказать, на грани позиции. Но, в общем, говорить о том, что у черных безнадежно, еще очень рано. А вот после ладья Д8, король Е1, уже все. Вот тут можно сказать, что у белых выиграно. И да, дальше безупречно Фабиано довел партию до победы. Но, правда, справедливости ради это не очень тут сложно было. Но все равно. И самой интересной получилась партия Накамура Абасов. Сыграли опять тот же вариант, что в партии Непомнящей Абасов. Накамура был готов. Очень быстро сыграл С3. И дальше, мне показалось, очень логично. Играли оба игрока. По крайней мере, до какого-то момента. Слонжи, вот это все, это еще подготовка Хикару. Он всего две минуты потратил к этому моменту. Но после Б5 начал задумываться. То есть, видимо, компьютер советовал что-то другое за черных. Но, мне кажется, довольно логично. Так как сыграл Ниджат. То есть, и пространство какое-то черное захватили. И ладья подсоединилась к игре. И где-то даже она будет защищать на F6. Как мы скоро увидим. Дальше логично. Конь Д2, слон С7. И вот где-то здесь, мне кажется, что как-то Накамуру мог сыграть поинтереснее, чем он сыграл. Но как именно, не знаю, сложно сказать. Может быть, заслужил внимания здесь ход Б3. И с идеей, что из черных сыграл как в партии конь Е7, то А4 у белых есть. И в отличие от партии, белые взрывают вот эту структуру на ферзевом фланге. Ну, ферзев 3 тоже логично, конечно. Конь Е7, Б3. Но здесь у черных уже А4 появился ход. И вот эта структура у них осталась в неприкосновенности. Да, дальше очень сложно комментировать. Очень сложная игра идет. Как оценивается позиция, сложно сказать. То есть, я уверен, что у белых не хуже. Но лучше или нет, вот не знаю. И по ходу партии Аббасов переиграл Накамуру. Это я могу, наверное, с уверенностью сказать. Но где именно были неточности со стороны Накамуры, вот это мне не ясно. Здесь он сыграл конь G4. Я не знаю, насколько это было вынуждено. То есть, все-таки у белых очень сильный конь. И нужно ли было его уводить? Не знаю. Ну, в общем, конь G4. Разменялись. Ферзь Е8, уходя из подсвязки. Слон G3. Белые хотят поменять чернопольных слонов. Что для вот этой структуры очень логично. Но слон А5 играет Аббасов. Создавая давление на пешку С3. Белые залезли ладьей. Конь C8. Тоже, наверное, логичный ход. Там, ну, наверное, можно было и пойти на C6. И слон D6 не проигрывает качество. То, что у черных есть ферзь C8. Ход промежуточный. Ну, конь C8. Слон F4. Как-то белые готовят G5. Черные меняют. Ну, пытаются разменять эту активную ладью. Накамура ее сохраняет. Ферзь D7. Ну, идею... Сейчас вот увидите, что на G5, слон G4 и H5. То есть, черные не дают белым вскрыть королевский фланг. И, да, ну, вот где-то тут у черных точно шикарная позиция. Как минимум не хуже. Это я абсолютно уверен. Ладья Е2. Заманчиво очень. Шаг. Ферзь C1. И вот здесь критический момент. Наступил. На 5 ходов было 18 минут у Абасова. У Накамуры 7. В общем, цейтнота нет. Для Накамуры 7 минут на 5 ходов это не цейтнот. Вот если бы 7 секунд было бы, вот это было бы, да. И Ферзь E7 сыграл Абасов. Очень быстро. За 10 секунд. После чего, после ответа на Накамуры слон Е5, он уже продумал 8 минут. То есть, явно он просто зевнул ход слон Е5. Грубая ошибка, безусловно. Потому что слон Е5 напрашивается за ход. Конь очевидно связан. И, не знаю, тяжелый просмотр. Мне вот очень интересно, что было бы после хода Ферзь Е6. Ну, у белых несколько возможностей. Ну, вот я покажу основную идею, что вот мне больше всего, собственно, интересно. Конь Е3. Слон бьет С3. Слон бьет Ж6. Ферзь бьет Ж6. Ферзь бьет С3. Ферзь Д3. Чёрные жертвуют фигуру. Но у них очень серьёзная компенсация. То есть, где-то грозит мат по первой. Допустим, если белые меняются, чёрные бьют. Грозит ладья Е1. Если белые там как-то защитятся, скажем, ладья Б1, то можно ладья бьет А2. И вот эти две пешки проходные. Ну, я, если честно, не вижу защиты за белых. Но, как минимум, здесь чёрные не должны проиграть. Чёрные хотят ладья Б2, потом А2. Вот, тут выглядит очень это всё заманчиво. Другая идея, вот о которой я думал. Это, если белые сыграют. Ферзь бьет А3. То ладья бьет С2. Ферзь бьет А5. Белые тоже хотят где-то поставить мат. Там ферзь Д8, ферзь Ж8. Но чёрные первые. Просто ферзь Е2, нападая на Ф2. И потом ладья С1. То есть, так не годится за белых тоже. Ну, если белые сыграют слон Е5. Это просто то, что было в партии без темпа. Ну, как-то чёрные что-то с темпом, наверное, могут придумать. В общем, не знаю. Может, я тут что-то зеваю. Но, всё-таки, грозит ещё ладья Е1. Мне кажется, у чёрных тут шикарная позиция. А было сыграно Ферзь Е7, слон Е5. И теперь... Ну, всё то же самое. Только гораздо хуже для чёрных. На С3 уже бить нельзя. Уже белые просто выиграют фигуру. Тут никакой реальной компенсации не будет. Потому что Ферзь не сумел никуда прорваться. Ферзь Е6 сыграл Абасов. И Накамура. Вот тут тоже я не до конца понял. Я ожидал хода конь Е3. И не видел какого-то удовлетворительного продолжения за чёрных. Не знаю, пока что напрямую белые грозят. Но, наверное, просто побить на А3. А если вот чёрные тут пожертвуют фигуру, то всё-таки слон стоит уже на Е5, а не на А2. И по первой никаких матов не будет. Не знаю, может всё равно Ферзь Д3. И каким-то чудом это нормально для чёрных. Но не знаю. Накамура сыграл конь Ж3, выиграя качество. Но чёрные съедают две пешки. Тут с виду вообще у них великолепная компенсация. То есть, если бы как-то они могли консолидироваться, у них бы просто выиграно было. То есть, предположим, чёрные бы стояло конь Ф4 и Ж6. То у них просто бы было выиграно. Но да, вот эта связка, она невероятно неприятна для чёрных. Потому что не просто конь не может ходить. Но ещё и вообще непонятно, как развязаться. То есть, чёрным, чтобы развязаться... Ну, вот сейчас мы увидим в партии. Ферзь Е3 сыграл Накамура. Поменяли Ферзи, да. И, ну, допустим, ещё Д4 поменяли пешки. По материалу у чёрных всё отлично. У них две пешки за качество. У них есть два слона. И опять, если бы, допустим, они могли сыграть конь Е5, Ж6, у них всё было бы отлично. Но, да, вот эта связка им всё портит. Потому что, если даже вот они развяжутся ходом король Ж8, то всё равно они не смогут играть конь Е5 из-за ладья Б8 мат. То есть, чтобы потом ещё до развязаться, им нужно как-то сыграть конь Ф8, потом Ж6, конь Е6. Это всё-таки очень много темпов. И здесь где-то, вот, мне кажется, уже решающая ошибка была вот в районе этого момента. Аж 4, я не понял смысл хода, потому что ясно, что белые всё хотят сыграть. Либо конь Ф5, либо конь Е2. И потом, может быть, конь Ф4. И зачем подгонять коня? Я не очень понимаю. Хочется пойти слон Б2, да, то есть поставить слона на защищённое поле и заодно защищая пешку на А3. И важно, что на коне Ф5 вроде можно пойти конь Е5. И вскрытые шахи ничего уж такого фатального чёрным не приносят. Они потом пойдут Ж6, и вполне у них вроде терпимая позиция. Если белые пойдут конь Е2, может быть, это более ядовито, да, не давая чёрным развязаться. Но, может, они уже могут себе позволить вот медленно развязываться, как я показывал. Король Ж8, конь Ф8 и так далее. В общем, нужно анализировать, но я не вижу, почему чёрные обязательно должны проиграть. А А4, да, конь Е2 сыграл Накамура. Я и конь Ф5 ожидал ход. Тут я тоже не очень понимаю, что задумано было. Ну, конь Е2, слон Е3, ладья А5. Теперь вот чёрные, собственно, начали развязываться, как я и говорил. Но очень важно, что они потеряли вот эту пешку на А3, и теперь просто эта пешка у белых идёт в ферзи. И, может, тут какое-то чудо у чёрных и было, но я не вижу, и Аббасов тоже не нашёл. И просто пешка прошла в ферзи. И, как мы видим, у чёрных так и осталась ещё эта связка. В общем, очень важная победа Накамуры. Он сохраняет шансы на первое место после неё. Но далась она ему очень нелегко. Я думаю, что по ходу партии у него были очень серьёзные проблемы. И, да, самая интересная партия дня. Накамура Аббасов. Значит, вот я тут похвалил ход Б5, но неудачный он. То есть всё-таки надо было ладья Е8 как-то бороться вот пока за поле Е5. Абб5, ладья Е1, А5, конь Е5, ладья Е6, конь Д2. Тут серьёзный у белых перевес. Где-то в районе 0,80. И по-разному тут можно было играть. Накамура играл вполне нормально. То есть Б3 здесь было допустимо, но не более. То есть ферзи Ф3 тоже хорошо, конь Е7, Б3. Не обязательно, но нормальный ход. А4, разменялись. Конь Ф1. Ну, может, не идеально белый играет, но я не буду на каждом ходу останавливаться. Здесь я вот говорил, что конь Ж4 не обязательно, наверное. И действительно, конь Е3 было поточнее. На Е5 чёрный, очевидно, бить не могут. Вот. Конь Ж4. Ну, тоже неплохой ход. Разменялись. Ферзь Е8. Может быть, Ферзь Д6 было поточнее. Но ясно, что Абасов не хотел менять этих слонов, поэтому не стал он под слон Ж3 подставляться. Ферзь Е8, слон Ж3, слон А5. По компьютеру, да, это серьёзная неточность. Надо было играть или Ферзь С6, или Ферзь Д8. Но я говорю, как бы люди играют не ход за ходом, а что-то идеи какие-то проводят. Поэтому его идея была сохранить этих слонов. Но выясняется, что инициатива на королевском фланге важнее, чем слабость пешки С3. Здесь Конь С8, да, это ошибка. И действительно, как-то надо было играть типа Конь С6. Но, правда, слон Д6, Ферзь С8 я совершенно забыл. Тут белые съедают пешку. И где-то плюс 1. Поэтому понятно, что чёрные это не хотели. Но Конь С8, по большому счёту, вело к проигрышу. Ж5 очень было сильно. И белые фактически выигрывают. Единственный ход Ферзь С6. Если сразу побить АЖ, то Ферзь Х5 и на Ф5 выигрывают. Ладья Бюджи 7, король Бюджи 7, слон Е5. И тут белые мат дают. Поэтому единственный ход это Ферзь С6. Ладья Б8. АЖ, Ферзь Х5. Ж6 нельзя, очевидно, из-за слона Бюджи 6. Тут тоже мат в несколько ходов. Поэтому Ф5 приходится ослаблять. Ферзь Бюджи 5. Ну, единственный принципиальный ход это слон Бюджи 3, чтобы хотя бы пешку съесть. Слон Е5, Ферзь Д7. И позиция может показаться не такой ясной. Но на самом деле у белых выиграно. Причём как угодно. самые чёткие ходы, либо Конь Ж3, либо Ж4. Ну, допустим, Конь Ж3. И чёрные, если играют Конь Д6, то опять белые по-разному выиграют. Можно, например, просто сыграть Ладья Б6. И нельзя Конь Е4, потому что белые выиграют фигуру. Вот. То есть, Ж5 по сути выиграют. Слон Ф4. Да, очень серьёзная ошибка. То есть, тут Накамура, да. У него под откос пошла партия. Ферзь С6, Ладья Б8, Конь Е7. Тут уже вполне у чёрных нормально. Конечно, нужно упомянуть ход, который я просмотрел. Слон Х7 и Ладья Бьёт Ф8. Белые выиграют качество. Но после Конь Ж6 у чёрных хорошая компенсация. Ладья Б8, единственный ход. И теперь даже чёрные могут отыграть качество. Конь Бьёт Ф4, Ферзь Бьёт Ф4, Слон С7. Но тогда вот после Ферзь С1 у белых, как ни странно, тут серьёзный перевес. Да, но чёрные могут вместо этого царять Слон Бьёт С3. И после размена у них полная компенсация. Сыграл Ладья Б1, Накамура, Ферзь Д7. Сильный ход. Уже чёрные начинают перехватывать инициативу. Тут, может, стоило просто защитить на Ж4 ходом. Конь Х2. Проблема в том, что Конь Е3. Хоть мне же хотелось бы пойти, но это Зевок Пешки. Ж5. Слон Ж4. Ферзь Ж3, Х5. Тут ещё не самый удачный ход. Ферзь Е3. Конь Ж6. Слон Х2. Ладья Е8. Ферзь Д2. Тут по-разному было хорошо. Учитывая то, что дальше с осложнением игры Абасов не справился. То, возможно, стоило сыграть попроще. Слон Ф5. И... У чёрных... Солидный перевес. И главное, что... Тут более такая одноворотняя игра. А после Ладья Е2, хотя это сильнейший ход, но позиция всё-таки обострилась. Тут, как ни странно, заслужил внимания Конь Ф8. Но так, конечно, очень трудно пойти, потому что после Ферзь С1 жуткая угроза Ферзь Бьёт А3, нападая и на А5, и на Ф8. Поэтому Король Х7 логичнее. Ферзь С1. И Ферзь Е7. Да, это... Жуткая ошибка. Действительно, видимо, просто зевнул ход Слон Е5 Абасов. Кроме Слон Е5, кстати, удовлетворительных продолжений у белых не было, потому что на Конь Е3 чёрные съедают на Ж5. Да, про эту позицию что сказать? Я советовал Ферзь Е6. Но удивительным образом, даже тут, после Слон Е5, даже вот с лишним темпом, у чёрных ничего лучшего, чем сыграть Слон Ф5. Ну, единственное, да, это кажется, что очень сильно, но тут у белых такой трюк есть красивый. Ферзь Д1. И нельзя бить, потому что мат в один ход. И чёрным приходится играть Слон Ж4. Теперь ЕСФ3. То чёрные жертвуют качество. Потом съедают на Е5, и у них выиграно. Поэтому приходится играть Ферзь С1. И такое неожиданное повторение ходов. Да, Ферзь Е6 было намного лучше хода в партии, но далеко не сильнейшее продолжение. А сыграть нужно было Слон С7. Опять-таки, Абасов явно не хотел менять этих слонов. Но здесь это было просто конкретно очень сильно. Чёрным очень важно, что белые теперь не имеют хода Слон Е5. Потому что нечем ходить на Е5. Слона уже нет. И, соответственно, белые не могут перекрыть линию Е. И там ладья Е1 начинает грозить. Тут серьёзная проблема. Белых минус 1 где-то. Ферзь Е7. Да, Слон Е5. Уже теперь плюс 1. То есть это, как сейчас говорят, на 200 сантипешек ошибка. Ферзь Е6. И действительно, вместо Конь Ж3, который чёрным дало всё-таки шансы на ничью, Конь Е3, по сути, выигрывала. Компьютер вообще уже отдаёт фигуру. Да, и я говорил, что при слоне на Аш2 тут есть ход Ферзь Д3 сильный. Но здесь после Ферзь Б4 грозит Ферзь Ф8 с матом. Поэтому приходится от ладья бьёт Е3. Но после ФЕ Ферзь бьёт Е3, Король Аш2, шахов больше нет. И у белых просто лишняя ладья. То есть Конь Е3 заканчивала партию. Хотя до контроля осталось всего 3 хода. Не факт, что чёрные смогли бы эти 3 хода сделать. Вполне возможно, что партия бы буквально через пару ходов закончилась. А Конь Ж3, да. Дальше это всё форсировано. Переход в Эншпиль. И действительно Аш4 очень грубая ошибка. После этого у чёрных безнадёжно. Причём действительно по-разному. То есть и Конь Ф5, как я говорил. То есть то, что мне более логичным казалось. Но и Конь Е2 тоже хорошо. Действительно надо было играть Слон Б2. И у белых нет ничего лучшего, чем всё-таки сыграть Конь Ф5. То, что иначе чёрные действительно медленно. Скажем, Пусть Конь Е2, Король Ж8. Чёрные, скорее всего, медленно как-то развяжутся. Потом Конь Ф8, Ж6. Поэтому имеет смысл сыграть всё-таки Конь Ф5. После Конь Е5, по крайней мере, разменять коня на вот этого очень сильного белопольного слона чёрных. И вот эта позиция сложно прийти к каким-то выводам. То есть ясно, что белые играют на выигрыш, что какие-то шансы на выигрыш у них есть. Но также ясно, что у чёрных вполне реальные шансы на ничью. Собственно, по оценке здесь плюс один. А как мы выяснили, плюс один это означает, что у белых ровно 50% шансов на выигрыш. Да, а после Х4, Конь Е2. Теперь всё равно, наверное, нужно было играть в слон Б2. Но тут уже всё-таки без темпа это другое дело. В белых, например, есть такой трюк. Ладья Б7, Король Ж8, Конь Ф4. Бить нельзя из-за мата. А если сыграть Конь Ф8, Конь Д5 и неожиданно у белых какая-то доминация. Тут у белых выиграна. Хотя это не очевидно, я честно скажу. Но плюс два. А слон Е3, Ладья А5. Да, просто пешка пошла в ферзи и спасения нет. Как-то можно было, наверное, поупорнее играть. Но когда оценка там уже за плюс два, как-то, честно говоря, большого желания тут копаться в этой позиции нет. Ясно, что белые должны выиграть. В общем, что они довольно быстро и сделали. Завтра в турнире выходной. Ну, точнее, сегодня уже. Что сказать? Лидирующая группа по-прежнему остается. Три четверти участников турнира, то есть шесть из восьми, сохраняют шансы на победу в турнире. Все будет решаться на финише. В каждом туре будет куча стыковых партий. И даже вполне вероятен тайбрэк. Насколько я понимаю, Фиде отменила систему, что по коэффициенту определяется первое место. Теперь будет тайбрэк. И вот лично мне очень бы хотелось увидеть какой-нибудь там четверной тайбрэк. Это, мне кажется, безумно интересно будет. Так что, да, не знаю. А в него выйти могут фактически кто угодно. То есть, даже у Ведита еще вполне есть шансы. А уж тем более у всех остальных лидеров. Да, значит, сегодня отдохнем. Увидимся уже завтра, послезавтра. Смотрите Александра Шиманова. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.